дорогие друзья мы приступаем к нашему эксперименту по протачиванию линий аналогичных которые были проточены в раннюю бронзу в скельновском гроте петроглифы у хутора скельновский вот здесь разложены настоящие инструменты найденные нами здесь в культурном слое у подошвы этого грота видно что они специально не формировались они имеют разную форму вот это просто обломки кварцита вот но их от таких природных обломков отличает только одно у них сильно иногда до стекловидного состояния оглажены некоторые кромки не все потому что режущей части противостояла обушковая удобная для захвата вот здесь конечно чувствуется специальный отбор некоторые инструменты сработаны очень и очень немножко либо не оказались неудобными либо это инструменты для разметки для легкой разметки потому что трудно себе предположить что изображение многие из которых даже в эстетическом плане выглядят вполне красиво они вот так просто на глазок сразу начинали протачиваться вот а есть инструменты которые поработали очень долго и оглаженность их кромки она видна невооруженным взглядом вот она принимает такие ровные дуговидные очертания и проводя пальцем конечно же чувствуешь разницу в состоянии грани буквально до стекловидного состояния заполирована эта часть орудия вот но эти орудия мы конечно же использовать не будем мы оставляем их здесь вот как свидетелей того что происходило здесь тысячи лет назад мы будем использовать воду вот она способствует процессу вот такой абразивного истирания и будем использовать песок который мы в общем то тоже здесь прям и набрали вот здесь же мы подобрали вот для разметки небольшие с острым краем инструментики ну уже для более такой серьезной работы вот изделия которые тоже обладают такими характеристиками режущей части противостоит удобная для захвата обушковая часть вот таких орудий мы тоже набрали вот сейчас наша задача попробовать проточить одну или две линии мы не будем ставить грандиозных каких-то пока целей и время просчитать время этого процесса но вот сейчас без пяти минут пять и я начинаю я проведу сначала линию разметки неплохо получилось мне самому нравится и действительно вот она легкая сработалась и как заметно как выровнялся этот край вот он вот и он отличается резко стал отличаться по своему характеру от смежных участков кромки так разметчик отложим в сторону удачный оказался разметчик вот ну сейчас с некоторым замиранием сердца вот мне не приходилось еще этим заниматься вот я начну эту работу трудно удержаться в линии разметки то есть первые движения не должны быть слишком размашистые они не должны быть слишком сильными это вот я уже сейчас из опыта понимаю заодно интересно мы посмотрим сколько нужно времени чтобы не только появилась заметного углубления но и инструмент получил за полировку я не один буду заниматься этой работой ну и поверьте вот в непрерывном темпе это действительно невозможно вот и обушок уже держит руки вот и руки начинают уставать вот вместе со мной будут работать и инициаторы проекта ну к про они умеются не только кнопки нажимать вот и редактировать записи но и не понаслышке знает что такое физический труд вот это будет будет вадим лего это будет евгений миронов и это будет только чеснокова прошло 10 минут вот уже кроме меня это уже третий сотрудник работает евгений миронов и мы уже видим что результат есть уже даже потому что инструмент меньше стал выскакивать терять направление видно что произошло его заглубление вот скажем в верхней проекции она мало заметно но и стоит посмотреть сбоку она уже хорошо заметно и вот такие слабо слабо прорезанные линии они тоже есть в комплексе скельновских петроглифов вот непонятно почему одни глубокие другие слабо прорезаны то ли тут дело в приложении индивидуальных каких-то усилий тех людей которые делали то ли за этим стоят какие-то смысловые оттенки вот но наша сейчас задача она попроще нам нужно хотя бы в первом приближении оценить объем трудозатрат на на скажем изготовление вот такой одной борозды в кварците кварцитом по кварциту так вот у нас 20 минут уже заметное заглубление произошло в качестве дополнительной меры мы используем вот просыпку таким песочком отсеянным муравьишки нам в этом помогли мы на муравьиной кучке набрали этого песка чистенького вот и как выясняется да и очень важно проводить смену инструмента потому что неожиданно для нас вот вы можете заметить буквально площадка на кварцитовом инструменте на его лезвийной части оказалась вытерта в месте где был выступ вот затерлась площадка наибольшее усилие приходило сюда а остальная часть лезвия посмотрите вот она выровнялась вот все эти мелкие зазубринки оказались сглажены ровно тот эффект который мы наблюдаем на тех инструментах которые вот здесь дошли до нас от первобытности когда вот сейчас идет работа без воды то заметно как проблескивает искры и даже дымок какой-то возникает от этого сильного трения камня камень кстати возможно вот и дополнительный элемент как бы сакрализации всего этого процесса то что он вот таким довольно непосредственным образом связан с идеей огня 35 минут идет работа заметен результат уже без промера визуально не меньше миллиметра вот нами сейчас пройдено мы попробовали подбирать инструменты с разной кромкой в том числе конечно заманчиво выглядели инструменты с тонким и ровным режущим краем а но мы пошли от обратного вот подобрали инструменты рабочий край был более массивный и такой извилистый как и оказалось что да вот даже на уровне тактильных ощущений слышно что лучше сцепление камня с камнем нет а вот этого проскальзывания которое говорит о заглаженности поверхности и том и чтобы это выборка материала естественно слабо происходит вот и вот подливая воду и подсыпая песок вот вот такие инструментики более массивным краем они конечно захватывают больше абразивного материала степень его так сказать задействование в целом в процессе вот в прогоне по этой канавке высокая вот и эффект уже 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 заметный ну и самое что вот такое не то чтобы удивительно она интересная сейчас для нас вот что инструменты изнашиваются очень быстро буквально несколько минут работы и действительно вот это стекловидная уже никак не спутаешь с природной гранью это стекловидную заполировку и степень выровненности кромки вот из этого я заключаю что найдены нами несколько десятков инструментов это случайные инструменты попавшие вот в эту щель перед входом в грот огромное количество было выброшено дальше и можно предполагать что в основании этого склона на котором мы находимся находятся лежат десятки даже не десятки а сотня может быть и тысячи этих инструментов так заканчивается наш эксперимент мы на естественные паузы когда поменялся состав работающих и немножко отдыхали взяли еще пять пять минут ну в общем ровно час непрерывной работы нами зафиксирован наблюдение очень интересные где-то неожиданные сейчас я покажу результат нашей работы сегодня в этом эксперименте в общем вот так сказать с метрической точки зрения конечно результат кажется более чем скромным вот нет у нас инструментика чтобы так вот замерить я это сделаю в общем-то на глазок но в общем так полтора два миллиметра взрыв еще сейчас промою чтобы была возможность снять и более крупным планом вот несмотря что вот эти результаты на первый взгляд кажутся незначительными я и не только я вполне ими здесь удовлетворены потому что напомню но мы проработали всего на всего час мы работали в режиме средней такой интенсивности не загоняя там специально себя люди ведь нормально так не работают вот чтобы более-менее получить результаты правдоподобные сама морфология вот этой проточина она совершенно соответствует тому что мы видим в самом гроте даже такая характерная деталь как ее симметрия особенно на начальных парах проявлявшиеся находит подтверждение потому что нет как правило в лезвийных кромок которые значит так вот идти под идеальным углом сходятся но и рука человека тоже ведет себя там по-своему возникают вот всякие такие вот моменты асимметрия не 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 полная глубина вреза и все это очень похоже на то что мы видим в гроте но одно из таких очень важных сегодняшних наблюдений важный результат это не только темпы значит прорезывание самой борозды в кварците вот ну и как изнашивается инструмент полная аналогия блестящая у нас сейчас получилось тем инструментом которые мы нашли в пещере вот у нас даже мы работали очень долго одним инструментом не знаем сколько времени работали значит люди вот этими конкретно древними которые здесь представлены инструменты но мы раз старались работать подолгу и действительно добились и уплощения скругления кромки выравнивание ее и зеркальной заполировки то есть сейчас можно считать убедительно доказанным то что это по силам за относительно подчеркиваю относительно небольшое время прорезать паз достаточно большой глубины вот во всяком случае на это не требуется какие-то сумасшедшие десятки сотни лет это точно вот и тоже она получила подтверждение его то наблюдение что инструментами для работы в качестве инструментов для работы использовались обычные обломки кварцита собранные прямо здесь вот то есть не чего фантастического ничего такого потрясающего воображения значит применением каких-то сверх технологий здесь нет но зато есть упорство есть величие человеческого труда есть взлет человеческого духа вот интеллекта когда человек в общем то понимает что его деятельность служит целям на мой взгляд несомненно благим потому что ну такие комплексы такие святилища вот они конечно же обслуживали главные какие-то ценностные а вот элементы в мировоззрении и это все то что сближает нас с ними до сих пор несмотря на вот бездну прошедших тысячелетий трудно осознаваемую для того чтобы понять что такое там пять шесть тысяч лет назад нужно попытаться заставить себя представить будущее на пять шесть тысяч лет вперед вот это да понимаешь что такие глубинах времени действительно идет речь и тем не менее испытываешь замечательное чувство родства и близости с этими людьми вот которые тоже как и ты как и мы все с вами не жили идеей только набить живот только там устроиться получше поуютней что само по себе неплохо и вот но все-таки разделяли какие-то хорошие духовные ценности стремились совершенствованию мира вокруг себя вот но они для этого может быть несколько иные стратегия действия предпринимали чем мы сейчас но для того чтобы понять как это было в их время мы и провели этот на мой взгляд удачный эксперимент большое спасибо всем кто в нем участвовал большое спасибо всем кто смотрел большое спасибо всем кто нас поддерживает и спасибо за просмотр!